Наверное, не сколько о проектах в устойчивом развитии, сколько о том, как меняется цифровая трансформация жизни компании, мышление людей, мышление сотрудников, какие она требования предъявляет. Ну и, конечно, все это, безусловно, связано с достижением цели устойчивого развития. Мои коллеги, те, кто выступали предо мной, представляют компаниями таких высокотехнологичных отраслей, которые следят постоянно за новыми технологиями, внедряют их зачастую быстрее всех. Я представляю горную полукультную отрасль, которая, по сути, считает собой высоко консервативной. Но на примере нашей компании я могу сказать, что это далеко не так. Почему? Потому что мы для себя поняли одну простую вещь, что современные права экономики, индустрия 4.0, это экономика, в которой нет оффлайнового и онлайнного производства. Нет компании, которые производят продукты оффлайн. Нет компании, которые занимаются только технологиями. Сейчас ландшафт выглядит совершенно иначе, потому что технологии стали доступны, в том числе благодаря нашим коллегам. И появились компании, которые идут вперед, и компании отстающие. То есть, грубо говоря, побеждает тот, кто быстрее использует эти инновационные технологии, кто-то направленно этим занимается. И уже, наверное, нельзя сказать, что в моей индустрии никогда этого не будет, мы там какие-то особенные, не такие. Все, эта эпоха закончилась. Давайте. Несколько слов скажу о компании Сверсталь. Сверсталь – большая компания, 50 тысяч человек, 12 миллионов тонн стали производит, еще уголь, окатыши, железнодородный концентрат. При всем при этом Сверсталь – очень успешная компания, самая эффективная компания в мире, по показателю EBITDA Margin, по маржену. Ну и, конечно, это социально-ответственная компания, потому что примерно по 3 миллиарда рублей в 2008 году на социальные инвестиции, на природоохранную деятельность. У нас предприятия расположены в основном в моногородах и в основном на территории Российской Федерации в настоящий момент, и тоже накладывается отпечаток на нашу деятельность. В прошлом году компания приняла обновленную стратегию, и мы поняли для себя, что закончился век, когда можно производить продукт и быть счастливым. Начался век, когда нужно предлагать комплексные стратегические решения. Компания Сверсталь теперь не про сталь, а про решение в стале. Для этого нужно изменить мышление сотрудника, для этого нужно вообще поменять приоритеты. Вот как, в общем-то, наверное, не банально звучало, но действительно клиент стал для нас центром, и компания взяла такой курс на клиента-центричность. У нас появилось снова 4 приоритета, и я обращаю внимание на тот приоритет, который называется «новые возможности». Он целиком и полностью связан с той темой, о которой мы говорили. О внедрении новых технологий, о создании новых бизнесов, появлении новых решений. И мы, например, в сферу новых технологий, затраты в эту сферу у нас выросли в 4 раза за последние 4 года, и на 25% эти затраты будут расти ежегодно. Более того, мы считаем, что через 5 лет нам это даст возможность заработать дополнительно 500 миллионов долларов EBITDA. Цель достаточно амбициозная, и мы действительно идем в эту сферу. При всем при этом компания «Северсталь» – это член глобального договора ООН, и компания «Северсталь» занимается достижением цели устойчивого развития. Цели устойчивого развития также внесены в нашу стратегию, и это является основным приоритетом. Здесь хотелось бы сказать такую мысль, что сама по себе диджитализация, инновация не имеет никакого значения, если все это не влияет на благополучие людей и достижение цели устойчивого развития. То есть потекает одно из другого, потому что показать, какой я умный, красивый, такой я модный, ничего само по себе не стоит. Стоит только реальное достижение, отражающееся на благополучии наших людей, сотрудников, жителей регионов, присутствия и в целом нашей страны. Вот я собрал некоторые примеры того, как используются у нас цифровые технологии. Ну, во-первых, повышение эффективности и качества. У нас используется, например, анализ больших данных, и благодаря модели, предиктивных моделях, модели мы смогли поменять вообще подход к ремонтам на одном из наших ключевых агрегатов в стане 2000. Мы сократили количество простоев на 80%. У нас очень большая работа ведется с точки зрения качества. Например, тоже за счет машинного зрения легко определяются дефекты. Благодаря этому уже не надо бегать смотреть вручную, и большое подразделение людей мы смогли переквалифицировать, дать им другую работу. Все это сказывается, конечно, на указательных эффективности и на том, как мы развиваемся дальше. Превосходный клиентский опыт. Мы первой металлургией запустили интернет-магазин. Сейчас там продается до 30% нашей продукции. Через 5 лет, соответственно, мы ждем 50-60%. В охране труда и промышленной безопасности также используется, например, компьютерное зрение. Когда сотрудник входит в опасную зону, сразу же система реагирует. Либо какой-то звуковой сигнал, либо остановка оборудования. Повсюду внедряются уже такие автоматизированные электронные инструктажи. То есть ты приходишь, предсмен, и хочешь попасть на промплощадку, ты уже подходишь к специальному киоску, и там проходишь соответствующий инструктаж. С точки зрения экологии мы сейчас пытаемся построить систему, которая бы могла анализировать и собирать все показатели, важные экологические показатели для того, чтобы в этой сфере управлять так же мы, как в этой сфере производства. У нас очень серьезные инвестиции, 30 миллиардов рублей на инвест-проекты по улучшению качества воздуха в Череповце. И мы, в принципе, уже достаточно много в этом направлении сделали, на 13%. Снизили эти выбросы за последние несколько лет, и сейчас будем продолжать эту работу дальше. Опять же, все это цифровые технологии. Немножко цифровых технологий именно в устойчивом развитии. У нас есть грантовая программа в Музее Русского Севера. За 10 лет более 350 проектов. Там есть специальная номинация, в которой как раз приветствуется использование вот этих вот инновационных технологий. Но могу сказать, что большая часть этих вот проектов связана с созданием мобильных приложений, использованием VR-технологий как раз и при проведении экскурсий, и для проведения собственных экскурсий. Например, в Иркуте шахты расположены по кругу. Многие шахты уже снесены. С помощью мобильного приложения можно по этому кольцу проехать, посмотреть, почитать, восстановить. Как это было, в общем, достаточно интересно. Ну и у нас, конечно, есть замечательный музей экологической промышленности. Это прям такой центр привлечения туристов северо-запада. Как раз промышленный туризм очень серьезно развивается. Это действительно хороший интерактивный проект, где там как там в Гарри Поттере картины разговаривают с тобой. Можно там в каску надеть, там что-то тебе скажут, в трубку послушать. Тебе там доложит начальник стройки, как там что-то продвигается. В общем, достаточно интересно. И детям современного календы и мне было бы очень интересно все это дело посмотреть. Самое главное, что сейчас Музей металлургической промышленности становится еще и центром образования. Потому что там собираются и проводятся различные конференции. Там же реализуются программы, связанные с образованием, развитием талантовых детей. Агентство городского развития. Благодаря нашему совместному проекту с поездком Логотской области города Чайпорца, у нас была создана в частности одно из направлений, это электронная торговая площадка, где размещаются все наши тендерные предложения. 36 граждан рублей, оборот в 2018 году. Она дает доступ к предприятиям малого и среднего бизнеса, как раз к тендерам компании «Северсталь». Это тоже очень важно. Ну и обеспечивает заказами, в первую очередь, предприятиям Логотской области, для того, чтобы экономика развивалась. Ну и вот еще один последний проект. У нас появился венчурный фонд, внутренний и внешний акселератор. Мы занимаемся, в первую очередь, венчурный фонд занимается тем, что, во-первых, вкладывает деньги в профильные венчурные фонды, но и поддерживает проекты, связанные с инновацией и металлургии, и с поиском различных технологий в альтернативных материалах. Потому что мы все чувствуем, что вот эти материалы заместители давят на металлургию, и там тот же 3D-принтер, там разговоры про графен, много разных историй. Тратясь относительно небольшие деньги в год, мы за всеми этими технологиями взглядимые у себя внедряли, для того, чтобы компания дальше так же динамично развивалась и сохраняла свои лидерские позиции. Внутренний акселератор позволяет сотрудникам за счет нашей внутренней фабрики идеи и просто предложить какую-то идею по инновациям внутри компании, по изменению бизнес-процессов, новых продуктов и внедрению каких-то решений. Это вот проекты буквально последнего года. Сейчас мы запускаем специальное подразделение, которое будет заниматься развитием цифровых бизнесов, что тоже довольно интересно. Тем более, это все происходит в металлургической, горнодобывающей компании. Все это не IT-свет. Ну вот, наверное, главный слайд, о котором я хотел поговорить чуть подробнее, это то, что благодаря вот этой всей трансформации меняется вообще культура людей, меняется ландшафт вокруг, меняются требования к человеку и специалисту. Ну, смотрите, мы сейчас уделяем себя, произвели серьезные структурные изменения. У нас появился так называемый апстрим и даунстрим. Апстрим – это то, что отвечает за себестоимость, это все нижние переделы, и даунстрим – это отвечает как раз за обеспечение превосходного клиентского опыта. Это такая серьезная перестройка. Внедряем принципы RGI – децентрализация структуры. Мы создали проект. Раньше у нас была единая дирекция по продажам, теперь у нас специальные команды. Одна продает команды для стройки, другая – для энергетики, третья занимается машиностроением, и мы уже непосредственно их работ построили как конкретную группу клиентов. Что происходит с людьми в этом моменте? Во-первых, совершенно иная роль руководителей. Руководителям применяются совершенно другие требования. Потому что если раньше, как я помню, на первую работу пришел, мне мой руководитель сказал так жестко – планирование и контроль. Две вещи, которые выведут тебя куда-то там вперед. На самом деле выведут. Но вот они до определенного момента довели, а теперь ситуация такая, что нужно управлять коллективом таких же сильных, серьезных руководителей, которые управляют своими проектами и зачастую некомпетентнее тебя в отдельных областях. Так уж точно. Руководитель в данном случае становится, в первую очередь, лидером, а вторым – человеком, который обеспечивает всеми возможными ресурсами тех сотрудников, с которыми он работает. Совершенно принципиально другая роль. Потом есть ощущение, что за счет внедрения вот этих цифровых технологий в будущем мы будем менять свою профессию два-три раза в жизни. Не один раз отучился и пошел работать, а постоянно переучиваться. Переучиваться надо будет быстро, нужно уметь учиться, использовать новые технологии, меняться. Потому что даже я приводил пример про наш там стан 2000, и то где-то порядка 300 человек мы переобучили, они переквалифицировались. Это будет происходить постоянно. Мы оказались в сложной ситуации конкуренцией за как раз диджитал-специалистов с компаниями, которые представляют традиционно этот диджитал-сектор. На компании Яндекс, Молуру, коллеги опять же сидят. И это очень сложно, потому что металлургический фотос не выглядит отнюдь такой высокотехнологичной. И нужно менять и имидж, и внутрикорпоративную культуру для того, чтобы привлечь к простому специалисту, чем мы сейчас занимаемся. У нас появилась новая модель лидерства и новые ценности. Мы в этой части перестраивались. У нас появились новые инновационные программы Северсталь Блидершип Лаб, когда стичь большего мести поменялось. И тоже как раз направлено на то, чтобы изменилась вообще структура мышления, действия сотрудников. Потому что каждый сотрудник Северсталя в настоящий момент должен обладать определенным блоком диджитал-знаний. То есть если это руководитель, он должен быть готов управлять диджитал-проектами. Если это сотрудник, то он должен обладать достаточным набором компетенций, чтобы выполнять свою работу. И вот как мне кажется, то, что бы ни происходило с точки зрения технологий, как бы они ни менялись, все равно самое узкое место, самое сложное и самое важное при этом это люди, наши сотрудники, которые, конечно же, должны успевать за всеми изменениями, которые происходят. Мы в этом должны помогать и сами туда стремиться. Такое вот лидерство нужно проявлять не только в работе, но и в образовании, в саморазвитии. Действительно, какая сверхзадача? Ты думаешь, всю жизнь постигаешь одну профессию, оп, и достиг к определенному возрасту уже и имени, и званий, и всего. А тут раз, и у тебя в 25 лет все обнулилось, и ты пошел заново. Или в 30 лет. Это очень сложно, это совершенно другая реальность, к которой нужно быть готовым. Спасибо большое.